Друзья, всем привет! С вами Димас, мой канал Кукс Браза Хукс. Сегодня я буду в одиночестве с камерой и с котами. Вот коты и бегают. Буду делать сегодня небольшую изготовку на зиму. В принципе, это можно и не на зиму сделать. В любой момент можно использовать это как любую добавку к пище. Сегодня будет у нас кинзао такая вот свеже собранная, молодая. Нарезал прям скорее со стволами. Если кинза вас не устраивает, можно ту же процедуру устроить с базиликом, с петрушкой, с укропом. Ну любую траву, приправу вот эту, которая у вас есть на огороде растет, на вашем участке там, где вы там проживаете. У меня выросла в этом году отличная кинза и грех этим не воспользоваться. Будет а-ля песто из кинзы. Будет продукция использована почти вся, которая используется в песто. Ну, песто много вариаций. Как бы это итальянцы, они там уже не знают, как глумятся над этим. Но вот у нас будет сегодня такое вот песто в домашних условиях. На наш лад, как всегда, обычно. Вот одной из составляющих песто у нас будет растительное масло. Оливковое, как бы, мы не располагаем этому. Оно очень дорогое. Растительное подойдет замечательно. Оно будет как ржжающее свойство иметь. И, в первую очередь, как консервант. Мы им будем все заливать. Также будет присутствовать чеснок. Несколько зубчиков чеснока мы возьмем. Таких вот проросших уже. Также у нас орехи разные есть. Кедровый, и фундук, и грецкий орех. Ну, как бы, если у вас нет орехов, можете не добавить орехи. У меня нашлось пару горстей орехов. Из-за этого я использую, дабы они придадут нашему, наши заготовки какой-то вот ореховый такой вкус, послевкусие. Если вы не любите орехи, опять же, не добавляйте аллергии, там подобные вещи. Это не главное в этом процессе. Также будет соль присутствовать. Она тоже из главных консервантов. Такой у нас чили здесь, сухой. Вот его добавлю немножко, дабы придать немножко пряностей. Перец будет разный, у нас молотый, вот присутствует. Если нравится вам карри, можете добавить карри. А это куркума. Эту куркуму добавьте, чуть-чуть она такой цвет оттенит, даст немножко свою вот эту яркость. Кинзоярка и так получится. Вот, но за счет масла она осветлится немножко. Масло, оно как в процессе пробивания, оно дает любой продукции осветление такое. Ну, жир. Жир, когда взбиваете, ну, типа, светлый, типа, майонез получается. Карри даст немножко такой оттенок оранжевый и очень симпатичный. В принципе, из ингредиентов это все. Такая продукция хранится год, это точно. Использовать ее можно сразу. Вот. И также у нас будет присутствовать сегодня блендер. Сейчас я потом вам покажу. Если у вас есть чаша, лучше чашу использовать. Если у вас есть погружной, нога, используйте ногу. Но если вы будете использовать ногу, лучше измельчите немножко зелень, дабы ускорить процесс измельчения продукции. Потому что, если вы не измельчите, у вас корешки, стволы зелени или сама зелень намотается на ваши режущие ножи, и это вам усложнит весь процесс. Как бы я уже с этим сталкивался, не первый раз такую делаю вещь. Порежьте ножом, измельчите не мелко, а вот прям пол сантиметра, сантиметр, просто нарубите зелень. Зелень такая продукция. Это один из вариантов консервации заготовки на зиму. Получается, можно сушить ее с солью, можно заготавливать в баночки, убирать. Будет она у вас более свежая, так как она сохранит больше минералов и полезных свойств. И берем нашу кинзу, вот я ее срезал и немножко ее измельчаем, перекладываем в нашу емкость. Я кинзу особо не промывал, потому что она довольно таки чистая, ее поливаюсь часто и дожди были. Как бы на кинзе или кориандре мало кто живет из жирности, мошек и тому подобное, потому что она очень пряная. Ее даже используют, чтобы отлечь, отбить жуков, как абзилик каких-нибудь огородных вредителей. Такая вот замечательная свежая кинза, очень ароматная, она многим не нравится, но поверьте мне она очень хорошая, как зелень, как ну вообще куча полезных там элементов содержится. Также добавляем наши все приправы, куркума, чили-перец, чуть соли добавляем, но не чуть, а достаточно много, чтобы она была у нас такая соленоватая. Перец добавляем, также молотый, достаточно тоже много и добавляем наши орешки. И добавим маслица, грамм 200 точно добавим. Без всего, без воды, без всего. Лучше вообще, чтобы зелень была сухая, потому что это лишняя влага, она не нужна нам. И просто берем, пробиваем, сейчас блендером все. Ногой нашей в данной ситуации. Вот смотрите, как все получается. В два раза точно убавилась наша продукция. С кинза намного проще, чем работать, чем с петрушкой и укропом. Но процесс все равно трудоемкий. И как бы, если вы чувствуете, что у вас сухо, добавьте еще маслица. Добавьте маслица. И сразу, когда вы засуете. Также, не забудьте, я забыл чеснок добавить. Чесночок добавим. И вот добавлено это количество точно на пару зубчиков. Получается вот такая паста, она еще не готова, но измельчается. Такой замечательный аромат вообще божественный стоит. Кинза, она очень в плане структуры очень мягкая, она хорошо пробивается. Наливайте масло, не это как бы, кашу маслом не испорчишь точно в данной ситуации. Даже, видите, смотри, она немножко так вот переходит, маслица. Но это в данной ситуации действует как консервант, так что это очень хорошо. Ну вот, смотрите, ребят. Получается у нас вот такая вот штука. Очень-очень ароматная. Все пробилось. Пробилось оно из-за того, что мы добавили масло. Ну где-то ушло у нас тут. Осталось на дне. Мы сейчас тут все, естественно, добавим. Где-то миллилитров 300 вот на это количество. Я думаю, из этого количества получится 4 баночки у нас. Замечательный просто вид. Даже через камеру не так смотрится, как, ну, настоящий. Чуть отсветление слабенькое. Но вид прекрасный. Там фракции есть. У нас сильно не пробились чеснок, орешки. Но это, как бы, достаточно хорошие показатели, потому что видно, что продукция достаточно качественная. Присутствуют там и орехи, и все остальное. Как бы, в магазине, если вы покупаете хорошее качественное песто, всегда там присутствуют фракции орехов, пармезана. Песто почти не отличается. Только там базилик и другие травы. Здесь кинза. Обычной ложкой накладываем. Оставляем место для масла. И так же процесс у нас с остальными баночками происходит. Такой же. Учился три баночки, такие симпатичные у нас. И вот мы наливаем масло до краев, чтобы оно было как консервант. Закупориваем от лишнего воздуха подание. Прямо под самые края. И все это просто закрываем. Лишнее, что у нас попало тут, не попало, точнее, в банку, мы протираем это. И вот такая вот штучка получается у нас. Замечательная. Отличная консервация. Можете в любой момент открыть в холодильник, поставить в подвал, в погреб. Что у вас в данной ситуации есть. Она долго хранится, достаточно год. Это минимум масла. Дает хороший результат в этом плане, в плане хранения. Получилась вот такая симпатичная у нас, смотрите. Намазка. Она на тарелочке смотрится красиво. Три баночки. С вами был Демац. Руки. Всем приятного аппетита, если вам понравилось. Ставьте лайки и излайки. Всем приятного просмотра. Еще раз всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok